Белая машина с яркими наклейками, красной лентой и призывом к борьбе со спидом. На улицах Казани ее можно было встретить 18 и 19 сентября. Мобильный пункт тестирования на ВИЧ-инфекцию расположился и в деревне универсиады. Проверить свое здоровье пришли студенты Казанского федерального университета. Наверное, полностью быть уверенным в том, что я абсолютно здоров. Вот, главная цель. Я еще не принимала участие в такой акции, поэтому мне стало интересно, что это будет и как экспресс-тесты делаются. Тем более, собственно, бесплатно и так просто. Хочется быть уверенным в состоянии своего здоровья. Быстро, эффективно, безболезненно, а главное, анонимно. Результат экспресс-теста становится известным пациентам уже через 10 минут после сдачи крови. В случае же положительного результата в мобильном пункте работают психологи, которые готовы сразу оказать поддержку. Конечно, человек нуждается в этой первой поддержке, когда он получил эту горькую новость. У нас работают два консультанта. И оказать эту самую поддержку, замотивировать его на прохождение дальнейшего тестирования уже непосредственно в центре СПИД. Потому что тестирование в нашем тест-мобиле – это первый этап исследования крови. Студенты также смогли повысить свой уровень знаний о ВИЧ-инфекции. Специалисты рассказали об особенностях заболеваний и возможностях лечения. У нас в школе проходили тоже специальные занятия, нам рассказывали. Но все равно было полезно вспомнить это, потому что все, что в школе изучали, все уже забыли. Ну, лет 20 уже оказывается, как в больницах. Ну, после каждого использования инструменты обновляются. И получается, вот, нельзя в больнице. Нельзя от поцелуев. Ну, очень много полезной информации. Присоединиться к всероссийской акции мог любой желающий. Мобильный пункт работал с 10 утра и до 6 вечера. Наша задача – это чтобы молодежь была проинформирована, что есть такое страшное заболевание, какие пути передачи, как можно себя защитить. И, будучи проинформированным, они будут готовы к дальнейшей жизни. Третья всероссийская акция Министерства здравоохранения России – тест новичь экспедиции. Стартовал на Камчатке 12 июня, а закончится 7 ноября в Калининграде. Мобильные пункты тестирования проследуют через 30 регионов России, охватив 120 городов. Анна Глазунова, Ленардо Велитьяров, Универньюз.